Ну и наконец не могу сказать о событии в Северной Сирии. Слушайте, Турция, турецкая руководство просто обнаглела. Если больше всего поражает, что 29 сентября встреча Артагана с нашим президентом Путиным, он говорит о готовности купить С-4 и так далее. Что, базар что ли? Это звучит так. Слушайте, я вам дам денег и куплю у вас военную технику, а вы мне позвольте оккупировать дальше Север Сирии. Он оккупирует не просто Север Сирии, он оккупирует значительную часть долины Ефрата, жительницы Сирии. Он оккупирует стратегически важный Эдлиб. Его бандитские формирования про турецкие чисто 50-60 тысяч человек находятся не только в Эдлибе, но и в Северной Латаке, в Алеппо, в Раке и так далее, создавая реальную угрозу. Он создал реальную угрозу не выполнять свои обещания по трассе М-4, крайне важную трассу для Сирии, ведущую из Алеппо в другие административные центры, в Атаке, в Дамаске, что является крайне важным. Он саленточился, что 3000 военнослужащих там дополнительно, до 30 техники танков, бронетранспортеров, артиллерии, средства ПВО. Средства ПВО против кого? Против нашей авиации, что ли? Это территория Сирии. Сейчас, когда наша авиация наносит в Сирию ударов, впервые, кстати, наносит удар не только по Эдлибе, оно и по Африну, что говорит о том, что решительность. Когда на земле следующая защитная часть сирийской армии, проиранские формирования, естественно, будут они получать помощь с воздуха. Он решил поторговаться, в оскорбительном поне перед этим высосал Генеральная Ассамблея ООН по поводу Крыма, встретился с Зелинским в турецком доме, демонстративно. А потом говорит, я могу скупнуть технику, хватит торговаться. Это сирийская земля, и пора очищать ее от бандитских формирований. Все, кстати, они террористически-политические у нас в стране, в том числе Нусра и так далее, Аль-Каиды, ничто иное. И весь мир молчит. Поэтому настало время решительных действий. А сирийскому руководству пора бы задуматься в Северном Союзе с Курскими фармянами, партии Демоксистского Союза. И помогать фронту освобождения Африна, который работает в Африне. Надо сосредоточить все усилия всех граждан Сирии, вне зависимости от религии и национальности, для освобождения Сирии от врага. Врагом является турецкая оккупация, как и американская оккупация в Терризоре. Дошла до того, что сирийское руководство, у которого на территории есть нефть в Терризоре, покупает свои собственные вещи за посредник разных мошенников. Но дальше некуда. А одна из житниц Сирии, Африн, главное, оккупирована турками. Поэтому в Сирии продовольственный голод, серьезные события с ГСМ и много чего другого. Мы что, хотим, чтобы взорвался народное недовольствие? Нам это не надо. Поэтому, я думаю, 29 числа, если господин Артаган не уйдет в своих бандитских фармян, туда дальше на север, ну что же, значит, он заслужил того, чтобы капитального побить. И, кстати, сирийскому руководству пора подумать о том, что кое-что потребовать у Турции назад. Например, Антиохии больше, они их атакиют. Подлые отданы эту территорию, французы отдали в 1939 году Турции, откуда были вытеснены, изгнаны все христиане и ловиты. Пора пройти активную и решительную политику. Просто так, сегодня пострелили, завтра нет, пора прекращать.